В Доме молодежи прошел спектакль Хабаровского краевого театра «Кукол. Дедушкины сказки для юных зрителей». Далее группа отправилась в поселок Хельбан и село Хурба. Из Хабаровского краевого театра «Кукол» приехали артисты всего на одно выступление в рамках гастролей. Они привезли кукольную постановку для самых маленьких зрителей. Наш театр старается охватить как можно больше городов и поселений нашего региона, чтобы все наши маленькие зрители смогли увидеть спектакли нашего театра. Сегодня буквально после вашего спектакля мы посетим также поселок Хельбан. Там покажем этот спектакль, завтра нас ждет Хурба. До этого мы уже объездили на Найский район и планируем даже доехать до Полины Осипенко, которая находится достаточно далеко. В общем, у нас очень большие планы на наш регион в этом году. Внутри представления для юных зрителей целый цикл сказок. Репка, курочка, ряба, рукавичка, глиняный парень на новый лад. Ему уже больше, наверное, 10-13 лет. Если вот я, у меня коллега по сцене, он точно помнит даты, у меня с датами проблемы. Мы играем уже лет, наверное, 10-12-13, наверное. Практически еще немного, еще 20 спектаклей, и будет 300 спектаклей. Мы дали по всей, ну, куда мы ездили. А мы ездили очень часто, и в Читу ездили, и крайний раз в Казани были, вот в прошлом году, в осенью выступали, был этот спектакль. Да, ну и вообще, как бы этот спектакль, ну, живет, благодаря, как бы нас всего несколько, да, двое-два человека и один на помощях. Для актера и режиссера Хабаровского театра «Кукол» Александра Гаврилова приезд в Амурске является очень значимым, ведь наш город – это его малая родина. У нас небольшая труппа, всего 12 человек, и мы не должны останавливать прокат в театре в Хабаровске, естественно, и должны приехать еще в наш регион, тем более, что это мой город, я родился здесь. И до 18 лет я учился в шестой школе, здесь мои преподаватели, здесь моя родня, мама у меня здесь, мамочка, привет. Вот, так что, это мой город. Вот в этом здании, когда еще до Костроителя, это первый мой Новый год был, я пришел сюда, вот здесь в этом зале была елка, я получал здесь подарок свой, у меня очень много воспоминаний. Оставили на дедушек внучат, а те спать не хотят. Вот и давай их дедушке веселить, да сказки рассказывать. При помощи разнообразных кукол и увлекательных рассказчиков, зрители смогли увидеть сказки для самых маленьких. Роль, ну, сосед, дед, Феофан, который, оставшись так же без нянек, без бабки, с внучкой, пришел к своему куну-соседу нянчить, коротать вечер, и вот дети не спали. И, да, начали развлекать сказками. Конечно же, прежде всего, это, ну, букет, венок, как там сказать можно, да, сказок наших родных, народных, узнаваемых, любимых, вот. А вот слово «добро» вы сказали не случайно, вы его считали, да, вы почувствовали его, потому что вот тот же самый, я неоднократно уже упоминал Петр Александрович Козец, который поставил этот спектакль. Вот у него все сказки про добро, неважно, там тема, идея, может быть, любая другая, но всегда сказки пропитаны добром. И вот уже сколько лет спектакля, Петра Александровича нет уже три года, а вот это вот добро, которое он поселил в сказку, оно, вот, понимаете, оно неистребимо. Дедушкины сказки наши зрители приняли с восторгом. На таких представлениях ребята получают лучшие уроки нравственности, учатся сопереживать и понимать другого человека, отличать добро от зла, искренность от фальши. Важно, что и наши маленькие жители имеют возможность приобщаться к миру искусства и театра с самого детства.